И всем привет, ребята, с вами Мистер Моник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами пойдем обозревать и тестировать новый режим, сегодня у нас пятница, и сегодня у нас появился режим с новой какой-то интересной пушкой в виде помидорыча, и я честно не знаю, как это работает до сегодняшнего момента, и для меня это, конечно, остается пока что загадкой, но в рамках этого видеоролика мы сейчас запикаемся в этот режимчик, по картам у нас там вроде, если я не ошибаюсь, парма или полигон, и посмотрим, как это все дело работает, насколько это интересно, и самое главное, насколько это прибыльный режим, потому что в его прибыльности зависит интерес мой и интерес вместе всех наш, если будет хорошая прибыль, то возможно даже на стримах я покатаю в этом замечательном режиме, ну и вообще посмотреть, что это за пушка, выглядит, конечно, на картинке она довольно-таки интересно, я бы наверное сказал, что это какой-то рикошет с помидорами, но сейчас мы посмотрим, возможно это что-то вроде снежков будет, а может быть это, а да, это снежки, это снежки, это те самые-самые замечательные снежки, которые были у нас уже на новый год, вот, и это у нас контентовая демочка на полигоне, попаданием только, только попаданием по противнику можно нанести урон, и нанос, и еще всех статус эффектов сразу, серьезно, что по расстоянию, но мы точно эту катку полноценно сыграем, заодно посмотрим, сколько кристаллов можно заработать будет за одну такую каточку, иммунки от, а, иммунок тоже нету, ептить, еще и с четырех выстрелов только можно слить, ой-ой-ой, это конечно супер долго, так, а если стоять здесь сверху, то на низ накидка будет работать? По идее, наверное, да, блин, ну, но это крайне долго, типа, по тысяче урона наносить по одному танку, при этом мы играем без, без дронов этот режим, без расходки, и без каких-либо устройств, ну устройств, ладно здесь, типа, по устройствам нечего говорить, ну, в целом, ну, наверное, слабовато как-то, слабовато, то есть, ну, сделать снежки, вместо снежков помидоры, в виде праздничного режима, я бы на месте разработчиков сделал бы лучше бы демочку джиггернаутовскую контентовую, помните такую, которая у нас была в игре? Блин, вот это была сочная тема, но помидоры, ну, выглядит, может быть, прикольно, да, типа, есть что-то такое интересное в этом плане, но в плане фарма, это явно не тот режим, который я бы, например, хотел бы видеть. Для меня праздничные режимы, это всегда все упирается в какой-то дополнительный фарм, в какую-то дополнительную прибыль, и если, например, на прошлых выходных у нас был режим с васпожигой, к сожалению, на котором я особо сильно не играл, в связи с тем, что у нас были там турниры, и я акцентировал внимание на них, да, и особо там не залетал, то, если бы, например, сейчас была бы васпожигой вместо этих помидоров, я более чем уверен, что я бы на васпожиге бы, ну, такой хороший период времени бы смело бы поиграл бы, потому что для меня лично она была прям очень крутая, прям безумно крутая. Здесь вообще, конечно, лучше в этом режиме, если играть, то брать тяжелый корпус, дабы хп было побольше, да, и уже полноценно тогда играть на накидочку. Я тут все-таки запикался на паладине, не знаю, а, переодеть корпус нельзя. Ну, и, конечно, здесь больше надо контролить дроп, давайте вообще, в принципе, постараемся в этой катке, о, еще и с пушом можно давать, ничего себе, постараемся эту катку выиграть, я имею в виду именно занять первое место в ней, если получится, будет круто, ну, и заодно посмотрим, сколько нам дадут, да, но чего-то, чего-то я другого, если честно, ожидал. Так, а можно сотку зарядить, что будет тогда? Я сейчас заряжаю сотку, я думал, тут можно только обычными быть. Оооо, так есть еще и соточка, ааа, я думал, тут только в упоре можно кидать эти снаряды замечательные, а тут, оказывается, можно еще и на вот такое расстояние этот помидор потянуть, ууу, а я что-то как-то этот моментик упустил, я думал, только так, чисто в упорчик этим помидорчиком можно набрасывать, а оказывается, здесь можно вот такую торпедочку заряжать, но я только вот не понимаю, у него вроде как есть какой-то минимальный сплэш урон, да, но его вероятность какая-то непонятная для меня, если честно. Огня по-своим вроде нету. Боя, ну можно помидор зарядить на полкарты, я думал, что тут только в упоре, знаете, одним кликом можно давать, оказывается, тут еще можно торпедочку такую заряжать, интересную, так, этого выстрела выдал, блин, у меня украли, украли килл у меня, ладно, я помидорчик сейчас заряжу тогда им, ворам этим, кто ворует мои фраги, отлично, плюс кильчик, оп, и еще добавочка, оп, и еще добавочка, блин, не-не-не, ну что ж вы воруете-то киллы-то, молодые люди, куда вы воруете киллы, блин, тут назад уже нельзя поехать, наобраточку уже не попасть, ладно, хорошо, по-хоречку, накидочка, хорошо, добивочка, 13 киллов, у первого 21, надо запекаться в начатую катку, как бы, но это не отмазка, это явно не отмазка, надо постараться занять первое место в этой каточке, в принципе, на стрейф корпусе, наверное, здесь лучше всего и играется, так, только вот я единственное не понял, есть ли какое-то преимущество, например, от ДДшки, есть ли в этом какой-то смысл, или нету никакого смысла, и что у нас по сплэш-урону, есть ли сплэш-урон, да, есть, и аптей, сплэш-урон тоже есть, ладно, хорошо, если сплэш-урон у нас есть, то надо чуть-чуть аккуратнее, а, кстати, иконка Магнума, иконка Магнума, это вот помидорчик, в виде Магнума, оказывается, ну, спорно, если честно, а может быть это спойлер того, что у нас скоро будет Магнум, со всеми статус-эффектами наноситься, урон, может быть это спойлер Пульсара на Магнум, вы видите, что здесь, критом, я так понимаю, наносятся все статус-эффекты, и что-то мне подсказывает, что может быть это реально спойлер, что вы думаете по этому поводу, режим со спойлером, получается, ну да, наверное так и есть, это спойлер того, что будет скоро совсем, уже контентовый, пульсарчик, на Магнум, но Магнум, конечно, не обнискал, что в мете, как корпус, не очень актуальный, так, голды тут что-то сыпают, сыпают волдики, но мы за голдами особо сильно, я думаю, тут катать не будем, потеть смотреть, ну так, чисто на накидочке, аккуратный, аккуратную накидочку делаем, смотрим, как помидорки залетают по головам, и все, так, сплошом не залетело, слабовато дал, оп, статус-эффектики, есть, контактик, есть, добавочка, есть, блин, ну что-то как-то очень много выстрелов надо выдать, чтобы уничтожить противника, по харьку надо целых три выстрела выдать, а если бы урон был бы 1000, а не 999, то надо было бы выдать, всего лишь два выстрела, так же и по викингу, можно было бы выдать три выстрела, а не четыре, так четыре надо, еще бы скрита бы урон был бы побольше, было бы нормально, так даже скрита повышенного урона нету, так, ну у нас 22 килла, первого 30, 5 минут до конца, все шансы, забрать топ-1 у нас в принципе, наверное имеются, ну если за эту катку мне не дают хотя бы десятку, то, ну это шляпа полная, ну серьезно, типа, ну вот эти вот помидоры, ну что это такое, ну что за прикол, деса, ты тут помидоры накидываешь, и тебе даже 10к за катку не дадут, это будет максимально грустно, оооо, а вот на голдах с плэшом давать, это кстати интерес, этот моментик надо, обработать, и контролировать, хорошо, есть тычка, есть добавочка, блин, ну как они целые-то стоят, под статус эффектами, пока молодой стоит, можно 3 выстрела целых успеть накинуть, нормально, так еще добавочка, и добавочка, блин, не добил, добавочка, добил, 27, по васпику, блин, положил меня, со всеми статус эффектами, это конечно без шансовик, когда тебя так, на жопу посаживают, так, и типочек, смотрите, еще внимательно так играет, и старается, на накидочку сделать, а, урончик есть повышенный, с ддшки, а, так, надо дд просто контролить, надо дд контролить, с ддшки, то можно нормально накидывать, ой, это мой помидор не полетел, в ту сторону, куда мне надо было, и меня быстренько законтролили, ладно, 28 киллов у меня, 32 у первого, чуть-чуть запотеем, чуть-чуть запотеем, постараемся, первое место забрать с этой каски, хотелось бы это сделать, хотелось бы еще выкилы, дополнительные какие-то, забирать, боже, нифига себе, если надаль тушить, помидор, то второй можно сразу уже добавлять, пока это только долетает, нормальный прикол, отлично, хорошо, так, по паладину, ну многовато надо по паладину, если честно, два, три, и ластовый, 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 а у меня посадил со всеми статус эффектами, ептить, ладно, нормально, садить-то посадил, два, и я третьим, хорошо, доработал, отлично, вражочек забрали, вкусный, так, два помидора молодой промазал, потому что на стрейфе ушел, тридцать четыре, есть первое место, сотку заряжаю, маловато, маловато, если конечно здесь играть на каком-нибудь, не знаю, там хантере, можно еще за счет раскачки, либо на диктаторе, еще дополнительно туда втушивать, подальше, дистанцию, нормально, можно вкидывать, наверное, урончик, так, Армену, накидываем, 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 дэшка дроповая падает, дэшечку можно и законтролить, если честно, хороший помидорчик залетает прямо в цель, так, и еще один помидорчик на дальную, и добавочка, и добавочка дальше, и добавочка дальше, и добавочка дальше, и добавочка в стену, и добавочка по хантеру, не убиваю его, васпику, не попадаю по васпу, добавляю, хорошо, дд дроповая конечно очень жестко решает очень жестко решает дроповая да да ай хороший выстрел ай добавить а добавить ай блин не добавил к сожалению так ну и здесь 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 но это просто рубка какая-то уже начинается это уже начинается какая-то рубочка вкусная так но у меня 40 килов уже неплохо неплохо да да дроповый надо контролить . прям я понял что очень многое здесь решает за счет дроповый дд можно здесь очень много килов дополнительных выдать красоте так статус эффекты сработали по викингу отлично добиваем его так добавляем добавляем будем по викингу не попасть а ей плохо 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 ладно ничего страшного статус эффекта наносим а еще в добил бы этого паладина было вообще шикарно так у нас минута до конца минутка до конца минутка до конца голду не скоро что часто супер падают по ощущениям на вас пожиги почаще падали голды но мы же конечно же акцентируем внимание на киллы они на голды я уверен что эта карта точно лучше чем плато ой плато говорю чем парма на парме с такими помидорами я не знаю что там надо будет делать это прям супер сложно а на полигончике ну в принципе карта наверно подходит мы сейчас посмотрим что по прибыли будет от прибыли очень многое зависит от прибыли зависит очень многое отличный выстрел отличная добавочка все за спекты сработали это конечно плохо но ничего не поделаешь 10 секунд до конца 45 киллов у меня и 41 у второго у меня было 44 исполнится уничтожался нифига себе не знаю в этом режиме можно с уничтожаться или кажется что это невозможно так ну и первое место семь с половиной тысяч не 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 но есть конечно учитывать тот факт что я играл без расходки без расходки то что это типа как бы бпшка без расходки на одинаковых всех вооружениях то может быть наверное это еще и не самый худший вариант но семь с половиной тысяч это конечно не фара это не фар как бы я бы не хотел сказать но это не фар даже учитывая тот факт что это без расходки а то есть ну и плюс но магнум без большого расстояния грубо говоря да у вас магнум с пульсара ну такой си такой си не самый лучший наверное спец режим который мог бы быть в нашей игре если обсуждать те режимы которые у нас были за последнее время да то есть например крайне до который до этого был вас пожигали но и птиц но очень вкусный режим прям бомбический ну а здесь здесь есть вопросы есть вопросы но если это спойлер к магнуму с пульсаром то это очень неплохой спойлер от разработчиков пишите что вы думаете по поводу этого режима играли в нем или не играли как вам на помидоры че по наваливать удалось или не удалось поддерживать обязательно данный видеоролик лайком подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписан нажимать на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики но и не забывайте конечно же протек создателя контента в настройках игры в аккаунте кима личный так это так темп устанавливайте его поддерживаете меня этим ну и участвуйте в розыгрыше вся информация по поводу розыгрыша есть в описании к этому видеоролику меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока